Здравствуйте! В студии программы «Наблюдатель» Фёкла Толстая. И сегодня мы будем говорить о выставке «Бубнового валета», которая состоялась, открылась 110 лет назад, в декабре 1910 года, продлилась до января 2011 года, и после этой выставки участники создали объединение «Бубновый валет». Объединение, которое просуществовало не так много, всего лет 7, наверное, но очень сильно изменило и вообще картины русского искусства того времени, и судьбы людей, которые входило в это объединение, и вообще стало одним из таких центральных объединений, имеющих отношение к русскому авангарду, потому что очень многие художники, авангардисты прошли в каком-то смысле через «Бубновый валет». Вот об этом явлении мы будем сегодня говорить с замечательными специалистами, которые собрались за столом программы «Наблюдатель». Я позволю себе начать представление с Ириной Анатольевны Вакар. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Главный научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи, отдел живописи первой половины 20 века. Ильдар Ибрагимович Галиев. Здравствуйте, Ильдар. Добрый день. Рада вас видеть. Галерист, куратор, искусствовед, арт-критик, издатель и коллекционер, особенно подчеркиваю я, потому что вы можете увидеть, какие замечательные документы Ильдар принес нам сегодня показать на программу. В частности, можно я сразу покажу? Ну, конечно. Я не удержусь, не удержусь. Это приглашение, собственно, на почетный билет. Я вот так аккуратненько-аккуратненько. Почетный билет на выставку, о которой я говорила, для входа на вернисаж выставки. Бубновый валет. 10 декабря 2010 года. Большая Дмитровка. Дом Левисон от 12 до 8 часов. И подпись «Комитет». Да, тут важно понять, что вот очень часто в литературе пишут дом Левисон. А это что? На самом деле Левисон через два «С». Левисон. Вот это будет правильно. А что это за дом? На Большой Дмитровке 11. Большой такой дом, где был еще недавно магазин мебели, что ли. В начале. Бывшая Пушкинская. Бывшая Пушкинская, да. Борис Михайлович Соколов. Здравствуйте, Борис Михайлович. Здравствуйте, доктор искусствоведения, профессор факультета истории и искусства РГГУ. Я тоже вижу, что вы пришли с каталогами. Надеюсь, что сегодня что-нибудь из ваших рассказов будет снабжено. Это даже не каталог, это веселый альбом. Потому что здесь сопоставлены русские вывески и наши художники авангарда, и в частности Бубнового валета. Ну вот такой примитивизм и истоки лубочные, народные и вообще уличные тоже, наверное, для Бубнового валета важны. Сергей Валерьевич Хачатуров. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Доцент кафедры истории русского искусства исторического факультета Московского университета. Сам куратор делает замечательные выставки. И тоже книжка, которая тоже празднует юбилей. Вот мы 190 лет Бубновому валету празднуем. 110, извините. И 30 лет этой книжки, которая, мне кажется, принципиально вообще для понимания и не только Бубнового валета, но и авангарда. Это диссертация Глеба Геннадьевича Поспелого, можно сказать, легендарная его диссертация, общенную Бубновому валету, где исследователь впервые огромный контекст предложил понимание этого направления, этого движения в методологии Бахтина, в карнавальной культуре и так далее, городской фольклорной. То есть это очень важная книжка, принципиальная для изучения Бубнового валетовцев и авангарда русского, я бы так сказал. Прекрасно. Сейчас у нас такая тема вывески карнавала и Бахтина и так далее. Можете ли вы мне растолковать, что это за название, как оно появилось и как его прочитывали и современники, и сейчас мы это прочитываем? Ну, об этом как раз много пишет Глеб Геннадьевич, это его тема, его открытие. Как бы это название, которое противостоит своим антиэстетизмом, программным таким названием, как «Золотое руно», «Голубая роза», «Мир искусства» и так далее, и так далее. Это шокирующее название, которое сразу вызвало шок, извините. И Глеб Геннадьевич очень хорошо выясняет смысловые оттенки. Там, значит, Бубновый связь с романом французским, где были червовые валеты, это означало аферисты. Бубновый туз на спине у каторжника и так далее, и так далее. То есть оттенки смысловые, которые как бы... То есть у какого-то бандита, мошенника, то есть это сразу уже преступная такая... Да-да-да, они сознательно выбрали это. Они сознательно себя подавали, как как бы новые люди, другие люди. Люди, которые не похожи на традиционных художников, знаете, эпохи романтизма и символизма. Это была самая большая картина на выставке. Да, огромная мошковская картина «Автопортрет» с Петром Кончаловским. И вот эти вот здоровяки, которые так хулиганские предстают перед публикой полуодетые, а некоторые даже писали, они совсем раздеты. А у них лежат гири, а у них, значит, скрипки тут и все что угодно тут. Книжки огромные. Это цирк какой-то просто? Почти цирк. И вот это, значит, программа вот этого совершенно нового отношения к художнику, которое должно быть у публики. Это художник не юноша бледный, со взором горящего, понимаете, а это живой здоровяк, который занимается живописью, ну, как бы между делом. Ну, вот писали газеты «Не с чего, так с бубен». Газеты, которые разносили выставку, открытую в декабре 2010 года, это беззастенчивая игра, напоминает скорее, но это уже не про название, но тем не менее, «Лечебница для душевного балета», чем выставку художественных произведений, писали в газетах. Но вот эта идея игры, которая в карточной терминологии появляется, вот она насколько здесь тоже важна? Да, очень, мне кажется, важна, тем более, что бубновый валет – это вообще такой же организм, который в 19 веке был известен. Вот, кстати, Глеб Геннадьевич здесь приводит пример. А не бубновый туз был? Сейчас я прочитаю, если вы позволите. Ганя Иволгин из «Идиота Достоевского» разговорит с князем Мышкиным, а Настасья Филипповна употребляет бубновый валет без всяких пояснений даже. То есть это было определенно уже на слуху. Она всю жизнь, цитата, «приготовляется» такой уж характер. «Будет меня за валета бубнова считать». То есть за несерьезного какого-то мошенника? За плута, плута, мошенника, плута, да. Плута, да. Что вы вычитываете в этом названии? Мне кажется, тут двух мнений быть не может. Это игра. И игра сразу, как минимум, в, ну, как бы сказать, две игры, две маски. Одна – это балаган, это аферисты, это веселые хулиганы. Когда появилась выставка с еще более скандальным названием «Ослиный хвост», то откликнулся Волошин, Волошин откликнулся и на ту, и на другую. И там уже сказал, что это искусство рапенов. То есть уж совсем неприличное, бандитское и так далее. Рапен – это кто такие? Это недоучившиеся французские художники, которые ценят свои авторитеты. Но в какой-то момент хочется над ним немножечко карикатуры на них писать, или шаржи, или вообще посмеяться над тем, что на самом деле очень серьезно, но просто устали от все время учебы, от академического такого стиля. Вот эти недоучившиеся, рапеновское хулиганство Волошин писал. А вторая сторона этой игры – это как раз ярмарка и картинка. Они показывают себя как герои лубков, живописных, размалеванных вывесок и так далее. Получается, что они увековечивают самих себя, и очень хорошо это видно в их высокохудожественных выходках, в автопортретах. Кончаловский изобразил себя в шляпе, таким капиталистом. А Лентулов изобразил себя вообще немыслимым образом в громадной блузе. Причем эта блуза еще и уходит в какие-то астральные сферы, растворяется. Пальцев всего четыре, зато зеленые. И написано, подписано, что «Ля Гран Паундр» – великий художник. С четырьмя пальцами. И мне кажется, что здесь очень интересный переход, транспонирование темы в символизме и модерне. Нужно было включиться в тонкую ассоциативную игру, которая тебя затягивает в иные миры. Ради этого все. А теперь, к черту иные миры, Крученов скоро напишет «Кукиш прошлякам». Прошляками назовет тех, кто не будущники. А нужно включиться в игру с вот этими вот мускулистыми парнями, в стихии ярмарочной, народной, гогочущей и так далее. И здесь был корень их разлада, я думаю. Потому что очень скоро группа распалась. Самих с собой. Группа распалась на две. Одни считали, что они очень русские, а другие считали, что они очень европейские. Сейчас мы к разладу еще придем. Фильдар. Вот если уж мы говорим о бубном валете, то я бы предложил, конечно, в духе этого художественного объединения более радикальную установку. Это более чем игра, это драка. Драка, инспирированная самым таким вот абсолютно тестостероновым чудаком и вершителем судеб Михаилом Федоровичем Ларионовым. Который, кстати, извините, придумал это название. Я хотел об этом и сказать, что вообще начиналось все с Ларионова. И это название бубновый валет, оно коннотируется больше даже не с тем, что это сильная масть. Ну, как-то по карточным законам есть трефы, есть пики, есть черви и есть бубны. Это сильная масть, и она окрашена в позитивные тона, в красные тона, в краски крови. Это не то, что черные... Это такие витальные тона. Это жизненно необходимая, да. Но, кроме того, это имеет еще подтекст уголовно-правовой, потому что бубнами обычно помечали спиной заключенных. Вот так было в практике. И вообще это как бы вело к тому, что должна быть буча. Собственно, так буча, которую Ларионов и Гончарова инспирировали всегда на диспутах. Мне почему-то тут какие-то наши 90-е напоминают. Значит, вот братки накаченные, да, это похоже, нет? Нет, не похоже, нет. Кстати говоря, по этому названию были споры. По хулиганству, потому что маргинальные элементы поднимаются наверх. Ведь их же обвиняли в маргинальности, что вот какая-то низменность... Не без оснований. Не без оснований? Да. А вот были противники этого названия в объединении. Ну, например, за название был, естественно, сам Ларионов, Гончарова, Лентулов и Кончаловский поддержали. Но Рождественский, Фальк и Куприн категорически были против этого названия. В этом хулиганстве было что-то нетворческое, несоответствующее их пониманию искусства. Поэтому были споры, были разлады вокруг названия. Если уж мы говорим о начале, о возникновении этой марки. Рождественский не участвовал. Рождественский Василий не участвовал в первой выставке. Может быть, я ошибаюсь. Это, может быть, когда общество уже... Да, да, да. Но Фальк был против определённо. Да. Ильдар, ну вот вы назвали, собственно, основные именно людей. Что привело к объединению вот этих художников? Была ли какая-то, я не знаю, что, идейная платформа, на которой они сказали, мы отличаемся от того искусства, которое вокруг нас? Ну, тут, собственно, мы собрались по поводу именно первой выставки. И очень важный момент – это то, что эта выставка и её платформа отличалась от платформы объединения, которая возникла через год. Эта выставка... Но мы об объединении тоже поговорим потом. Мы поговорим, но выставка была уникальна именно тем, что здесь собрались чуть ли не все лидеры будущих граферов, кроме Татлина, там Родченко, который пользует. На этой выставке были, значит, будущие основатели объединения Кончаловский, Машков, Лентулов, Фальк, Куприн. Ну, Фальк, Куприн их привёл Лорионов. Лорионов привёл с собой Маргунова, замечательного художника, Малевича, по-видимому, Бурляков, которые немножко в стороне стояли, будущая кубистка, знаменитая Экстер, участвовала. И, кроме того, группа мюнхенцев – Кандинский, Мюнтер, Явленский. То есть потрясающее скопление ярких, ну, таких дрований. То есть это единственная точка в истории русского искусства, когда они все сошли с вагиль-залах? Да, и потом... Андрей Курсанов замечательно написал, что концентрация вот этих энергий, она превысила какую-то критическую массу, и после этого они все разлетелись, как от взрыва. И между тем, тот же образ Малевичка, она вспоминает потом и говорит, что открытие этой выставки напоминало взрыв самого сильного вулкана. Это было такое... Почему мы говорим о драке и о конфликте с публикой? Тестостерония. Это конфликт, который был вообще заложен в новом искусстве. Он начался с импрессионистов французских, потом с фаристов, потом с кубистов. Немецкие экспрессионисты тоже его переживали. То есть, что вы называете, это за границами нашими? Да, это типологическое свойство нового искусства, как бы. Но русский авангард, он здесь достиг какого-то совершенного предела, абсолютного максимума. Потому что публика, просто ведь, если читать эту критику, я сегодня побывал в сумасшедшем доме, пишет один. Второй пишет, там, я ходил со своей беременной женой, и там все время думал, как бы у нее не случился выкидыш. И так далее. То есть, это вот какой-то накал совершенно невероятный. Ну, это я слишком длинно говорю. Нет, это очень интересно. Я пытаюсь понять, как они к этому пришли. Там взаимоисключающие стратегии, мне кажется, были, которые неизбежно привели к такому взрыву. Потому что одна стратегия, это все-таки остаться на территории искусства. Это такие интеллигентные художники-сезонисты, как вот Рождественский, как раз Кончаловский. А другие, это стратегии жизнестроения. Это вот то же самое воздвижение образа, которое, на самом деле, уже саму жизнь по-другому форматирует. Вот это, конечно, и Малевич, который участвовал, и он сразу разорвал это, и Иларионов с Гончаровой, которые, в общем, по большому счету, сразу стали в оппозиции, очень быстро вышли. И вот как раз они-то и создали свои уже объединения. Потому что для них... Они вообще не любили сезонизм. Они же против него были. Они, собственно, инициировали эти драки. Это очень интересно. А вот сейчас драк нет. Почему? К сожалению. Почему? Потому что сейчас все на территории... Вот я потом расскажу. Концептуализм и бубновый валет и сезонизм. Мне кажется, очень важно. Потому что нельзя оставаться на территории клишированных смыслов и всяких отформатированных пониманий того или иного. Мы об этом, кстати, с Надей Плунгян говорили. Даже, вот можно вспомнить, выставку в Хотемас, которая все равно отформатирована. Концептуализм, который все равно отформатирован. Нужно вырываться за эти границы. Вот бубновый валет – это взрыв. Потому что они вышли из этих границ. Они презрели даже Сезана. И вот это круто. Сергей, они, может, не презрели. Они, может, не дозрели. Не дозрели до него, он может быть. А зачем вам дозревать до Сезана? Он их стоял. Тогда бы это было вторичное искусство. Вот такой сезонизм. Знаете, что я не совсем успеваю за вами. Конечно, не совсем успеваю. Это же интересно. Мы тоже должны какое-то сделать здесь экшн. Я пытаюсь понять, как... Да, конечно, Борис Викторович. Позвольте примирить ваше мнение. Они абсолютно друг с другом... Вот у нас зачистчики. В дальней бесконечности они сходятся. Картинку хотел бы показать. Давайте. Дело в том, что, конечно же, бубновый валет и вот такое гнездо совсем нового искусства, авангардного, прежде всего с острым интересом к авангарду живописному французскому. Это объединение, которое дало возможность разным художникам развиваться по-разному. Ларионов и Гончарова шли своими параллельными друг к другу путями и шли дальше. Эти пути... Я даже боюсь, как они сошлись, как они придумали эту выставку, как они друг друга нашли, как они относились к той художественной среде, которая была вокруг, как они... Сейчас попробуем разобраться. Это же интересно. Это же... Сейчас попробуем разобраться. Так вот, а молодые, те, кто остался бубновыми валетами, они яростно переживали сезонизм, кубизм, фавизм, даже орфизм в какой-то мере. Но в итоге каждый из них стал самим собой и выработал очень и очень синтетическую систему. Причем эта система была очень прочной. Поглядите вы на судьбу и карьеру Кончаловского. Он остался отличным живописцем и в реалистические времена. Он имел смелость под соусом, я бы сказал, реалистической более-менее живописи, давать и интересную, и яркую живопись, и, ну, скажем, смелые сюжеты, как Мейерхольд, изображенный на фоне пышного ковра незадолго до своего конца. Мейерхольд, мне кажется, здесь очень важен не только как модель, а Мейерхольдовский театр и вот эта вот мускулистость, о которой говорили, и вот эта вся какая-то биомеханика Мейерхольдовская, она здесь тоже уже чувствуется. – Верно. – Нет? – Обязательно, и более того, я вспоминаю, мне посчастливилось с Дмитрием Владимировичем Брусникиным общаться еще в 2010 году, как раз когда был юбилей, и он меня попросил прочитать курсу, ныне уже эти все артисты знаменитые, там, Петя Скворцов, это уже первый созыв, и они сделали спектакль «Второе видение», это как раз по картинам Гончаровой и Ларионова, и они попросили меня пять лекций прочитать, чтобы потом визуализировать это, как это, «Табло Виван», да, живые картины сделать и сделать такие скетчи. И это очень было круто, потому что они попытались вернуть живую энергию вот непосредственного восприятия, не при последничестве искусствоведов, нас, а вот непосредственного, почему это по-настоящему лавина эмоций, почему это взрыв сознания, почему это вот то, о чем говорит Ильдар. – И что, это почувствовалось? – И там было два, теперь уже тоже знаменитых, именитых режиссера, это Максим Диденко и Юрий Квитковский, и они сделали такой движ настоящий в боярских палатах, когда мы переходили из зала в зал, и в каждом зале были инсталлированы эти картины. И Дмитрий Владимирович Брусникин прямо с нами вот ходил. И это было... – Круто. – Я несколько раз даже приходил, потому что это было очень важно, и каждый раз по-новому, каждый раз новая энергия. Вот эти и дельтапланы обрушенные, да, и картины Лорионова и Гончаровой Афорты. В общем, это было очень интересно. То есть это был по-настоящему экспириенс такой, когда все искусства соединяются. Это к вопросу о Мерходе. – К вопросу о Мерходе, да. – Мне хотелось бы немножко охладить горячее выступление. – Как-то! – Дело в том, что мы говорим о взрыве, о энергетическом, эмоциональном, творческом. Да, давайте не будем забывать, что это четко спланированная акция. Это подготовленный взрыв. Было все сделано для того, чтобы он состоялся, чтобы его, так сказать, координировать в определенных условиях, чтобы его канализировать в определенном направлении. Давайте вспомним вообще, как это все начиналось. Мы ведь сегодня говорим о первой выставке «Бубного валета». Конечно, общие рассуждения, они остаются ими общими. О том, что критическая масса антиакадемизма достигла пределов. О том, что требовалось действительно приток, как один из критиков говорил, в худые вены, молодой крови. Что требовалось вот это обновление на всех постах и на всех фронтах. Но почему «Бубновый валет» именно конец 2010 года? Мы неизбежно будем вынуждены говорить о некой оппозиции Петербурга, Петрограда и Москвы. Дело в том, что индикатором и очень темпераментным таким вот импульсом для «Бубнового валетовской» выставки послужила выставка «Союз молодежи» в Петрограде, которая была организована буквально на несколько месяцев ранее. Одна из первых авангардных выставок. Да, не случайно ведь, знаете, есть четкое разделение, что «Союз молодежи» – это авангардное объединение художников Петрограда-Петербурга. «Бубновый валет» – это московские сезонисты, как говорил Яков Тугенхольд. Это четкое разделение географии между тем, кто за кого пишется, как говорили в 90-е годы. И вот что предшествовало тому? Бурлюк написал письмо буквально в сентябре «Милый Михаил Федорович». Он адресует его Лорионову. Надо нам какие-то очень активные действия. Ну, я не буду дословно все это воспроизвать, но какие-то активные действия, потому что вот в Петербурге есть же вержение. Он не так писал. Я очень хорошо помню два слова. «Скандалы» – три восклицательных знака. «Нужны» – три восклицательных знака. Абсолютно правильно. Не нужны скандалы? Нет, я буду спорить, все было не так. Дело в том, что, ну хорошо, были частности, но он заявил Лорионову о существовании некоего богача Лобачева, который известен был тем, что у него 20 миллионов рублей золотом, и он обладатель одной из картин «Матисса». И что надо вот какие-то активные действия уговорить и провести это быстро. Так Лобачев это спонсировал? Да, Лобачев как раз был главным спонсором в Москве, то есть в Ленинграде, извините, в Петербурге. Это был же Вержеев, а в Москве, собственно, Лобачев. Лобачев взял на себя всю финансовую составляющую этого проекта. И надо сказать, что это буквально моментально, это быстро было все организовано, по-капиталистически. Вот я вам скажу, что письмо на конверте «Бубнового валета» одному из участников датируется 12 октябрем 2010 года. Вот огрызок этого письма. Гораздо быстрее, чем мы сейчас. В этом письме прилагались правила. «Бубновый валет» выставка, видите здесь кусочек? Да, и там штамп есть, 12 октября. То есть, представляете, за два месяца до открытия выставки уже были подготовлены пригласительные билеты, специально напечатанные конвертики. Вот правило, которое я сейчас держу в руках. Первым пунктом выставка продолжится с 1 декабря по 15 января. Справки там такие-то, вот все должно быть упаковано. Потом они на 10 дней опоздали. Да, и комитет. Первым в комитете именем числится Наталья Сергеевна Гончарова. А потом уже там Кончаловский, Лентулов, Машков, Сологод. А устроитель выставки С.А. Лобачев. И доставка вся произведения велась в домашний адрес вот этого господина Лобачева. И вот было уведомление о том, что, милостивый государь, мы приглашаем вас принять участие. Выставка откроется 1 декабря. И вот это совершенно новая дата, потому что мы все говорим, что 10 декабря. Вот же у нас на приглашении. Это вернисаж. Это вернисаж. На самом деле выставка открылась, на нее приходили люди. Вот 10 декабря. Но как бы праздник был устроен 10 дней спустя. Извините за такую долгую речь. Нет, интересно. А я хочу показать ваши документы. А вы хотели поспорить? 1 декабря. Сказать, что все по-другому было. Нет, дело в том, что начнем с того, что Лобачев – это кум, то есть Лентулова, то есть они были женаты на сестрах. А, вот. Поэтому Лентулов, который незадолго до того переехал в Москву, и познакомился с Машковым. А с Машковым учился раньше в Мужевозе Ларионов. И до этого уже нагнеталась вот эта атмосфера взрыва, потому что в начале весны 10-го года Мужевозе выгнало огромное количество, около 60 учеников, которые работали в Москве с южной военнией. И были изгнаны Ларионов, Фальк, Куприн. До этого Машков сам ушел, потому что известно было о его конфликте с преподавателем, в частности, с гениальным Серовым, который говорил, что будет еще учить этих Машковых Ларионов, но их к черту. Потому что они совершенно не подчинялись. И, как писали критики, они зелеными... Машков писал на туши зелеными подмышками, и с малиновыми животами как будто их искупали в вишневом варенье. Просто он говорил, что... Внимательно надо относиться к отчисленным студентам. До этого уже взрыв этот готовил, прежде всего, конечно, Сангл Ларионов, который был создателем, собственно говоря, неопримитивизма, хотя еще термин этого не был. И уже с примитивистскими вещами, то есть шокирующими, грубыми, резкими, просто народными по теме. Он выступал на выставках «Золотого руна». Последняя была чисто русская выставка, совершенно взрывная. Это был конец за год до этого, декабря 2009 года. И Гончарова там тоже выступал своими крестьянскими жанрами. Совершенно где сама тема народа, она была абсолютно другой, нежели передвижничество или, ну как, забегая вперед, скажем, какой-нибудь серебряковый, понимаете? То есть это совершенно другое... То есть это все был лубок такой? Это... Это была такая пародия? Нет. Это очень серьезное, совершенно переосмысление вообще ментальности, вообще идеалов. Идеалов красоты, идеалов благородства. Понимаете? И то, что вот... Ильдар сказал, я, конечно, понимаю, я тоже очень люблю «Союз молодежи», и недавно была блестящая совершенно выставка, прекрасно, но не случайно название сравните «Бубновой волей» и «Союз молодежи». В 10-м году... Скандала больше в «Бубновой волей»? Это была совсем... Извинение маркетолога, конечно, в «Бубновой волей»... Даже вот она бы прокатила... А с «Бубновой волей»... Это круче. Советно согласен. И в 10-м году она совсем еще не была взрывная, больше того. Те, кто ее хотел организовать, в частности, Матюшин, он сказал, что это слишком слабый состав и не стал входить в это общество. В «Бубновой волей»? Нет, в «Союз молодежи». И поначалу взрывную и сильную струю туда внесли именно москвичи. Потому что Живыржеев и вообще Комитет Союза молодежи, они стали приглашать Ларионова, Гончарова. Вот эта картина была на них. Они говорили, москвичи, мы за них держимся. Потом, в 12-м году, когда проявили себя ярко Ольга Розанова, Павел Филонов, этот Союз молодежи тоже очень окреп. Сейчас, Ирина Анатольевна, про Союз молодежи тоже страшно интересно, но мы немножко уходим в сторону. Я хотела остановиться на примитивизме. И вот я знаю, что вы этим занимались. Почему такой интерес к примитиву? Не только русский интерес, и французские художники этим, да и вообще, мне кажется, весь модерн обращается к каким-то истокам. Что для них это было? Вот как вы правильно упомянули модерн. Здесь тоже, видите, переход, транспонирование в модерне интересовались истоками души, детством, но чистым, аккуратным, культурным детством. Чисто, аккуратно, так хорошо. В авангарде интересуется грубым, можно сказать, пыльным детством с руганью и драками и аномальностью, которая обнажает корни человеческой души. Это какая аномальность? Ну, например, собирали рисунки сумасшедших. Ага. Это уже новая позиция. Именно что поза, которая показывает, что мы интересуемся всеми проявлениями и желательно крепкими. Экспрессивность такая. Так вот, и получается, что как раз бубновый валет, пока они еще были вместе особенно, это клубок возможностей. Потому что одна возможность воспеть наивность детства и детства народа. То есть вот все эти лупки и так далее. Ну, например, поглядите на любую картину в этом альбоме, которая похожа на вывески. И Волошин в своем отзыве на выставку Бубновый валет сказал, что хлебом пропеченным Машкова была бы счастлива обзавестись любая лавка, если бы она была нарисована на жестянке. Так вот, это одно. То есть такая народная, ну и, как у нас говорили в советское время, здоровая стихия. Но есть и исследования поглубже, где разбираются в том, в чем разбирался Фрейд. То есть страхи, ужасы, истерия, коллективное, бессознательное. Это вообще совсем. И так далее. Вот это... Ну вот, возьмите хотя бы борцу. Вот это то, что на Западе особенно остро исследовали, а у нас, ну, скажем так, иногда. Соответственно, очень острые исследователи экспрессии ушли в мистику, как Филонов, да. А те, кто хотел остаться где-то вот посередине, между, ну, запредельным, непонятным в народной детской стихии и бодрым и живым, те ушли в такую вот полумистику. И в этом отношении, я не знаю, как коллеги, но я обожаю арестарха Васильевича Лентулова за его поразительную, невысказанную словами, мистику того, что у него гуляет по картинам. Потому что у него гуляют самые настоящие, как теософские, похожие на них ауры. Предметы расслаиваются на два, на три, все более и более духовные. Висят в небесах. У него архитектура даже висит вся в небесах. Это одна сторона. А есть еще и другой эксперимент, когда, скажем, мы видим Новый Иерусалимский монастырь, а рядом такой вот какой-то след, эхо этого монастыря уже в воздухе, духовное. Это интересно, кстати. Борис Михайлович Скалов, вы представили Бубновый Валет с позицией мироскусника абсолютно. То есть вот эта вот вся теософия. На самом деле, это очень вообще потрясающе. Я впервые так слушаю, потому что на самом-то деле я о грешном делу думал, что как раз Бубновый Валет захотели редуцировать всю вербальную часть и приблизиться вот к такому животному, инстинктивному, самому первобытному, хтоническому даже пониманию образа. А у вас очень интересно. Действительно, культурная надстройка сейчас уже настолько выросла, что мы можем так интерпретировать Бубновый. Читать это туда-обратно. Но они-то как раз этого бежали, причем программно бежали. Это было тоже здорово. Но вернулись. Но вернулись. В 16-м году они потом вернулись. И, кстати, и Лентулов. Абсолютно. Да и Малевич вернулся в 20-е годы, правда? Я открываю каталог выставки Бубнового Валета 16-го года на страничке, где Аристарх Лентулов представил свои 40 с лишним произведений. А рядом, следом за ним, идет Малевич. Вот я хочу вам прочитать название работ Лентулова. Замок в Алубке. Ялта. Поверхность. Леда. Старый замок в Крыму. Этюд церкви. И дальше идет Малевич. 60 картин Малевича. Обозначены супрематизм живописи. Все. Больше ничего. Очень лаконично просто. Вы представляете, они соседствуют друг с другом. Это все было вот рядом на выставке. А рядом и Куприн, и Леблан, и деятели мир искусства, кстати говоря, тоже. Куприн, по-моему, не было уже. Ну вот, Куприн, пожалуйста. Я вам покажу. 16-го? Да. 16-й год. Значит, он через несколько месяцев ушел тоже в мир искусства. Ну, неважно. Это произошло просто потому, что в 15-м году, или в 16-м, я не помню, начале 16-го года. Эта выставка состоялась 10 ноября 16-го года. Значит, это самое, Кончаловский и Машков ушли уже из Бубнового лета. Бубновый лет практически кончился. Там захватили совершенно другие люди, а именно уже супрематист Малевич, который уже не имел ничего общего с обществом обнового лета, каким оно осталось, каким оно было еще в 12-м, 13-м, 14-м году. Это удивительно за 6 лет трансформация. Они перебегали туда-сюда вообще, туда-обратно. Да, но это же говорит и о трансформации вообще художественного пространства, ну и тоже 10-й год, и 16-й в смысле истории. Страшно-динамичная история. Страшно-динамичная история. Интересно именно было, и первая выставка тоже очень, что это чистая живопись кто-то это. А, Малевич говорит, живопись стала единственным содержанием живописца. Или вот как он название, собственно, трактует, Бубновый валет означал валет, молодость, бубны, цвет. Вот эти невероятные цвета, вот эти их живописные, то есть непосредственно художественные эксперименты, они тоже наглые? А вообще интересно, что мы сейчас понимаем, насколько это изысканно, правда? Ведь вот Ларионов, это же настолько тончайший живописец, он как, я не знаю, в АТО, по вот уровню самой живописи, по уровню красоты и текущих этих красочных слов прозрач, куда, кстати, благороднее даже, чем Наталья Гончарова, если вот по живописи. Видны французские корни. Да. И это замечательно. И знаете, мне кажется, что вот эти люди впервые актуализировали позицию зрителя как создателя образа. Вот это, наверное, самое для них было важно. Почему у них открытая система? Почему вот сейчас хочется к этому вернуться? Где наши художники, которые могут создать открытую систему, а не комментарии к концептуализму? Что такое открытая система? Понимаете, сезонизм, это вот как концептуализм сегодня. Вот я что думаю. Не подождите, объясните, не успеваем, не успеваем. Что такое открытая система? Открытая система, чтобы зритель тоже стал соучастником со-бытия. Согласна. И тогда получается, что мы огромные возможности интерпретации раскрываем. Как в свое время создали бубновые валеты. Почему они были революционеры? Потому что они создали вот эти возможности неограниченной интерпретации. То есть это не единственная возможность картопки, да? А что здесь происходит создание картины? А когда мы уже имеем матрицы, концептуализма, как тогда сезонизма, то мы все время вынуждены комментировать, 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 как делают молодые художники, которые получают за это, слава богу, премии. Но мне кажется, когда мы дождемся этих самых революционеров, Эльдар, пойдемте. Надо скандалы устраивать. Но именно поэтому, именно с этим связан вот тот конфликт с посетителем, потребителем, они не понимали, потому что люди, приходящие на выставку, не понимали, что от них требуется какая-то работа. Что это незаконченная картина. Не привыкли. Они не привыкли к этому. Слушайте, мне очень хочется немножко изменить жанр и рассказать маленький мемуар. Можно? Конечно. Вспоминание маленькое. Ну, скандальная часть нашей программы. Нет, я буду и эту продолжать. Я продолжаю тему. Да? Дело в том, что в советские годы, сотрудники на Третьяковской галереи, часто ездили с лекциями от общества знания по провинции. Да. И это был цикл лекций. То есть от древнерусского до 17 век до советского. И я часто ездила с темой рубеж веков. Ну, тогда про авангард еще не говорили, но кончал я на бубном валете. И вот, значит, они слушают. Представляете, вот провинции, они собираются много народу, они, значит, благоговейно слушают. Вот там перед этим, там, Серов, Сомов, мир искусства. И вот я показываю портрет работы Кончаловского, портрет Якулова. Я показываю, говорю, какой Якулов. Тут нет, к сожалению, ничего. И это самое. И кто такой Якулов? Говорю, в таком академическом тоне, как положено. Я смотрю на них и вижу, что им интересно. Им не нравится. Вот они смотрят, ну, что это за... То ли делал. Некрасиво. Перед этим были. Ну, вот что-то такое грубое, нехорошее. Тогда я быстро сменила тон. И я стала цитировать Волошина, который пишет. Ориентальный тип с низким пациентом, с низким лбом и синим подбородком. С руками, ногами, как шарниры. И лакированным копытом на поджатой ноге. А хлёвские мазки. А позади фейерверк неприятно острых литоганов вместо фона. И я стала это говорить. И мне самой весело стало. Понимаете, глаза загорелись. Они нашли ключ. И этот ключ, вот тот карнавальный, о котором как раз говорила Поспелов и сейчас Сергей говорил. Это именно не то, что... Это вот отчасти сотворчество. Это вникание вот в этот образ, который весь полупародийный, полюмористический, полународный какой-то. Понимаете? Потому что когда художник вот 10-го года, Машков, гениальный тоже в это время был. Потом немножко испортился. Вот когда он берёт девушку, культурную девушку, из семьи с английскими корнями. Я тебе покажу, она расскажется. Вот. Ей всего 20 лет. Она совсем не красится. Она тут совсем приличная. На фотографии. Она вообще была приличная, поймите. И он как, вот понимаете, какой-нибудь народный мастер, который говорит, ну что ж ты скромница такая, сейчас я тебя распишу, сейчас я тебя раскрашу. И вот в этой работе, которая ещё получила второе название «Дама с китаянкой», вот он с одной стороны её раскрашивает, как, я не знаю, как Матис иногда раскрашивает, да? А с другой стороны это и запад и восток, потому что здесь вот эта восточная очень важна ориентация. И здесь важен именно цвет, который совершенно ослепительный. Казалось бы, гармонии никакой нет, но эта гармония другая. Вот к этой гармонии можно привыкнуть. А сейчас мы спустя сто лет уже привыкли, да? Которая может быть в народной игрушке, где можно расписать яблочки, сделать на щеках, понимаете? Или свёклы натерять себе. Ирина, можно я вас неприлично дополню, ваш рассказ? Конечно, я хотела тоже, можно одну цитату из Машкова? Нам хочется дать, смотрите. Нам хотелось, Машков пишет, своей живописью разгромить весь мёртво написанный мир. Мёртво написанный. Нам тогда важно было, чтобы наш живописный язык звучал как орган, оркестр. «Трубный хор голосов здоровых людей». Я бы хотел коснуться грязной темы. Отлично, отлично идёт. Вот к вашему рассказу непосредственно. Мне почему-то вспомнился фрагмент неплохого такого фильма «Афёра Томаса Крауна», когда экскурсовод показывает детишкам шедевры живописи в Момо, по-моему, да? И вот демонстрирует картину Клода Моне и рассказывает всё то, что вы говорили академическим языком. Как это замечательно, как это классически, великолепно. И они скучали, они зевали, они не знали, искали каких-то мух там, я не знаю, и так далее. И тут она поняла, чем увлечь этих ребят. Она сказала, в конце концов, эта картина стоит 10 миллионов долларов. И тогда всё внимание публики было приковано к этим картинам. Так вот, о грязном. Первая выставка планировалась как коммерческий проект. Все художники должны были представить свои картины, имея в виду их продажу. Но была продана всего только одна картина. Какая? Роберта Фанька. Самый спокойный, самый консервативный. Не хулиган, не возмутитель спокойствия. Он не кидался стульями со сцены, как Ларионов. Он не кричал, как Гончарова, стадо баранов. Она же так кричала на публику. То есть вот такой вот человек сумел продать единственный из всей команды на первой выставке. Ну, он не старался. Он не то, что сумел продать. Я думаю, они не очень рассчитывали. Ну, как-то да. Так получилось, хорошо. Мы надеялись. Мы художник, мне кажется, надеялся немножко заработать. Потом, можно я ещё? Я не могу говорить, извините. Но там ещё что важно? Там ведь некоторые картины сняла цензура. А, как раз Гончаровский в том числе. Там были, да. Там были религиозные композиции Гончаровой. И там была картина Лентулова. Жалко, я не могу её показать. По-моему, она у нас в Третьяковской галереи. Где обнажённая в неприличной позе. В Третьяковской галереи. Где обнажённая в неприличной позе. По-моему, это женщина с зонтами, где одна такая вывернутая лежит. И у неё прямо, даже не то, что у неё неприличная поза. У неё просто тело написано так, как будто оно разрублено и каким-то ещё чёрным чем-то сверху намазано. Понимаете? Совершенно такое антиженственное, антитрадиционализм абсолютный. Ну вот смотрите, потом Бубновый валет прекращает своё существование. Можно разные даты поставить. 17-й или какая-то выставка. 27-го года. 27-го вы упоминали. Но что это дало этим совсем разным людям? Что дало Кандинскому, например, вот это соседство? Что дало Малевичу? Куда потом ушёл Машков с Кончаловским, которые большую жизнь ещё прожили потом? Ну, Кандинскому... Все посмотрели на Боякова. Кандинскому это дало только очень горькое разочарование. Потому что Бурлёк взял и напечатал четыре его стихотворения в прозе, которые тот ему дал не где-нибудь, а в пощёчине общественному вкусу. Так что Кандинский оскорбился... Который через два года вышел, да? Да, Кандинский оскорбился и написал, что он вообще в этом не участвовал, не давал. И такие, так сказать, альманахи не приветствуют. Но если говорить серьёзно, в том-то и дело, что игра кончается рано или поздно, а творчество остаётся. И недаром они разделились на две группы. Получается, что, казалось бы, самые... Две только или потом ещё? Ну, я имею в виду самые главные. Значально. Валеты, которых мы знаем и любим как живописцев, здоровяков, москвичей и так далее, и, ну, попросту говоря, Лорионов и Гончарова. Получается, что Лорионов и Гончарова, несмотря на то, что они заводили, несмотря на то, что они пытались даже некоторые теории по поводу своего искусства придумывать, у Гончаровой интересная была теория. Она говорила, что всё вокруг, и обои, и какие-то, значит, стеклярус, это всё великое византийское искусство. То есть она искала византийское, какое-то такое стройное начало в самых обыкновенных народных, даже мещанских проявлениях. Вот. И получается, что хоть они были такие радикальные, настоящего пути, который ведёт к какой-то сияющей одной вершине, у этих двоих не было. У кого Гончарова? Мне лично, у Гончаровой и Лорионова, мне лично их жалко, потому что они пробовали всё и ни на чём не остановились. И вот прямо видно было на выставке Гончаровой большой, что она не знает, куда идти и к чему прийти. Многие религиозные композиции, вы уж простите меня, даже и дореволюционные, мне откровенно не нравятся. Они сочинены и ни для чего. Вот вроде этого бога с семисвечником. А когда у неё появлялись темы, вот особенно замечательная эта поездка в Испанию. Испанки великолепны, но это уже не такой уж радикальный авангард. И получается, что Гончарова в особенности, она стала прекрасным представителем, можно сказать, парижской школы. Потому что и в дягилевских постановках, и вообще в декоративных работах она просто расцвела. Но уже не как радикальный художник. А Лорионов, мне его ещё больше жалко. Потому что он так сильно старался вот извульгаризировать, примитивизировать своих Венер, свои картины, да, вот просто ручки, ножки, огуречек, что уже дальше было некуда идти. Повторять только одно. Он придумал уйти в абстракцию, придумал лучизм. Но насколько он на нём удержался? И кто его помнит, кто им из специалистов? Получается, что и на этом... Борис Михайлович, у меня руки чешутся, дать вам морду. Вот и давайте. И мы закончим этим настоящим акционизмом, который придумал, кстати, говоря Лорионовым. Культурно, словами. Как вы Лорионова немножко сейчас пожалели. Вы сожалеете Лорионову. Есть две какие-то модели вообще, да? Есть модель какая-то эволюционистская, которую вот сейчас блестяще представил Борис Михайлович. А мне кажется, что вообще-то нет никакого вообще-то прогресса, да? Вот есть шедевры, которые сделали Лорионов. А почему у Малевича есть прогресс? А почему? У Малевича тоже нет прогресса. Есть приматизм. Нет, и нет. Давайте пожалеем Малевича. Потому что вообще-то, понимаете, если мы говорим про прогресс в искусстве, то тогда получается, что Ренессанс хуже, чем соцреализм. И по вашей как раз логике, если говорить, что Бубново-Валетовцы это правильный путь, то получается, что Кончаловский времени Бубново-Валетов, когда он все самые лучшие свершения-то создал, он как бы хуже, чем Кончаловский времени сирени соцреалистической. И это вы абсолютно прямо попадаете в тот самую олдскульную методологию, которую сейчас все хотят преодолеть. Эту векторную, эту линейную, с этим прогрессизмом. Мне кажется, что Гончарова и Лариона вообще столько дверей открыли всем, что их тема резонирует вплоть до сегодняшнего дня. Уж не говоря о том, что на выставке Гончаровой 60-е годы нам показали, как и второй модернизм она тоже открыла. Потому что ее вот эти вот планеты, это то, что мы можем сейчас увидеть на фасадах зданий, вот очень модных сегодня архитекторов, которые сейчас стали вдруг востребованы. Это Леонид Павлов, это многие-многие-многие. Поэтому я вообще против такой, я очень уважаю эту позицию эпохи 30-х, 50-х годов. Но я считаю, что мы с ней должны расстаться. Нет, Сергей, вы меня не поняли, простите ради бога. Я предлагаю не переходить. Солнышко-лапушки, погодите. Речь идет не о том, что человек должен развиваться и чуть ли не к соцреализму. Это неправда. Бубнов Валет так развивался. Речь идет о том, он не развивался, а жил. Башков. А жил как молк. Куприн. Речь идет о том, что если человек ставит себе вершину, то желательно нам, смотрящим на его творчество, чтобы он до нее дошел. Они все так развиваются. Были художники, которые не шли от разбора, анализа дальнейшего творчества после Бубнового Валета, потому что мы утонем сейчас в этом. Один хорошо себя проявил, другой нет. Но я вам хочу сказать одно, что Бубновый Валет оставил после себя очень качественный перегной. Хороший, кстати, стиль Бубнового Валета. Да, тот перегной, которым потом выросло искусство не только в Москве, в Петербурге, Петрограде, в Ленинграде, но, скажем, вот в Омске. Вы, наверное, знаете об авангардном объединении «Червонная тройка», которая была сделана по образу, подобию Бубнового Валета. Прямо даже название говорит о том, что это младшие братьки. Да, это абсолютно копирайт был использован на все сто. Потом в Владивостоке была своя зеленая кошка, в Средней Азии туркестанский авангард сейчас вообще принятый уже термин, в Закавказье, Смоленск. Понимаете, Бубновый Валет вообще очень много семей. Да, потом, но даже если говорить о бахровской тенденции в искусстве, это же все эти художники Сретенский, Свешников, очень многие люди, которые работали на тематических выставках 30-х, 50-х годов, это выкормыши Бубнового Валетовца. А в 60-е годы приходили к файту, к старому куплю, к культуре этого. В 60-е годы было новое переосмысление. Мы говорим о водоразделе между Москвой и Ленинградом, но в Ленинграде были свои постбубнового валетовцы. Например, группа 11. Это Тетерин, Антипова, имя занимался Лев Севолодович Мачалов, такой вот искусствовед ленинградский. Он просто писал об этой преемственности, о связи Бубнового Валета с современным искусством. Поэтому говорить о персоналях, кто как проявил себя, мне кажется, это было бы некорректно, потому что, ну слушайте, с 10 по 27-й год, 17 лет, это слишком большой срок, чтобы мы всерьез говорили о, так сказать, длительности, о жизни какого-либо объединения. В мире так не бывает. В то время это было очень интенсивно. Знаете, я еще об одной такой проблеме хочу сказать, просто как бы тоже в ответ Бориса. Дело в том, что мы иногда немножко переосмысляем то, что у нас вот одна была оценка, проходит время, немножко начинаем по-другому оценивать. То есть это же, наверное, нормально? Абсолютно нормально. И вот я просто на моих глазах было то, что вот считала, что самое высшее и лучшее, что создал Малевич, я просто Малевичу, поэтому я не могу не говорить, это супрематизм. А вот потом он вернулся к фигуративности, о, это отступление, это ерунда, на него давились, так сказать, внешние обстоятельства и так далее. Сегодня на Западе уже прекрасно видят, что его второй крестьянский цикл, его постсупрематизм – это глубочайшая вещь. И вот точно так же, когда вот мы делали недавно выставку Ларионова, вот я не согласна, что это просто ослабление его там 20-е годы, 30-е особенно годы. На мой взгляд, там очень много интересного, тем более далеко не всё было показано, потому что у него циклы, например, есть беспредметных вещей разного цвета, просто рамочки, 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 разные циклы, и они, когда их очень много, просто их сейчас ещё никто не видел, они просто завораживают. Это совершенно особая тоже линия беспредметности. Видите, Борис Михайлович, как вы завели. Давайте подождём ещё. Хорошо, я хочу последний вопрос задать, у нас буквально минутку остаётся. Права ли я, когда говорю, что сейчас Машков, вообще бубноволеццы, и Машков, и Кончаловский, невероятно популярны и востребованы, или коллекционерами и пуль. Почему сейчас вот эти яркие, такие живые, сочные, скандальные работы так хорошо идут? Потому что сейчас есть некая усталость от искусства, которая является мета, то есть комментирующим. И хочется приблизиться вот к той стихии, вот к этому воздвижению образа, о котором пишет Глеб Геннадьевич, применительно к бубновому валету, который есть непосредственный контакт, чтобы мы встали на позицию со-творца. И я даже знаю пример. Саша Михалкова, это, соответственно, праправнучка Кончаловского. Она у меня училась в Московском государственном университете, а теперь пошла на художника в Суриковский, представляете? Вот из той знаменитой семьи, для того, чтобы, да, получить профессию художника и приблизиться к пониманию деда своего великого. Это потрясающе. То есть она получает здоровое образование. Сейчас встречаемся и обсуждаем работы Саши Михалковой. Спасибо большое, дорогие друзья. Мне кажется, что замечательно, что наш разговор о бубновом валете был такой яркий, такой живой, такой сочный. Мне кажется, что мы не могли очень академично говорить об этом явлении. И я благодарна вам за все эти такие линии, которые тянутся в сегодняшний день. Вот недаром это искусство, и замечательно, что это искусство продолжает нас волновать. И я благодарю от всего сердца наших сегодняшних гостей Ирина Анатольевна Вакар, Ильдара Ибрагимовича Галеева, Бориса Михайловича Соколова, Сергея Валерьевича Хачатурова. Большое спасибо. Ну и масса всего можно увидеть прекрасного в той же... А сейчас ничего не взял. В Третьяковской галерее. Все, только в их продукциях. Будем ждать, когда все откроется, и мы пойдем смотреть эти замечательные картины. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова